Виталий, расскажите, пожалуйста, как вообще вы узнали о том, что вы в России объявлены в розыск? Из СМИ или кто-то вам позвонил? Да, по сути дела, из СМИ я узнал. Потом практически параллельно мне сообщила Ксения Собчак, что ее вызывали в качестве свидетеля. Ну, как-то вот так. То есть никаких официальных обращений, повесток или что-то с этим связано у меня не было. А расскажите, почему вообще возникла такая проблема? Почему на вас, насколько я понимаю, заведено уже уголовное дело? Или еще не заведено? Там тоже какие-то непонятные вещи происходят с этим? Да, это хороший вопрос, заведено или не заведено. Во всяком случае, по факту, меня, вне зависимости от уголовного дела, объявили в розыск. Хотя это тоже такая абсурдная ситуация. Я вроде бы ни от кого не скрываюсь. Все прекрасно знают, где я нахожусь. По крайней мере, вот пресса бесконечная, в том числе государственная пресса, всякие там РИА Новости, ТАСС, телевизионные каналы мне звонят на латвийский номер в Латвию. Значит, не думаю, что они более осведомлены, чем детективы российского полицейского управления. Но почему... Кстати, я не уверен до конца сейчас адвокат, который представляет мои интересы, пытается это выяснить. Я не уверен, что объявление меня в розыск напрямую связано с заявлением Михалкова и вот этим заведением или процессом заведения уголовного дела за якобы клевету или там его честного имени. Дескать, он все полученные от государственных деньги пускает исключительно на благое дело проведения московского международного, хочу подчеркнуть, фестиваля, который, как любой фестиваль, является публичным. И все профессионалы знают цену этому фестивалю, знают, что никакие даже узкопрофессиональные мировые киноиздания ничего не публикуют про этот фестиваль, даже его нет в перечне фестивалей. А Международная ассоциация продюсеров, которая выдает те самые пресловутые категории А, просто отозвала лицензию московского фестиваля. Поэтому вот он подает в суд, наверное, думает, ах, Манский сказал, что там 85% бюджета воруются. А мы воруем не 85%, а 84,5%. Сейчас мы его засудим. Я в этом смысле смело могу сказать, что воруются 100% бюджета, потому что нет фестиваля. Все, что делается под видом фестиваля, это абсолютный фейк, абсолютная профанация и мыльный пузырь. Но, к сожалению, в России такова судебная система. Она настолько зависима от решений определенных кабинетов, что надеяться на сколь-нибудь прозрачный публичный процесс невозможно. Поэтому, по сути, все предсказуемо предрешено. Конечно, Михалков докажет все, что он хочет доказать, но он не сможет это доказать людям, зрителям, в том числе тем людям, которые раньше любили его фильмы. Я это вижу не только по тем письмам и звонкам, которые получают в свой адрес, но и по тысячам комментариям в социальных сетях, которые, ну, правда, куда более конкретны, куда более четко выражают, кто на сегодняшний день, что из себя представляет на сегодняшний день Никита Сергеевич Михалков, который действительно когда-то снимал фильмы, которые мы любили, которые мы считали каким-то откровением, каким-то тонким размышлением о человеческой душе. Куда это все делось, куда делась вообще душа этого человека, наверное, в суде не выяснить, и ни один расследователь, ни дознаватель не дознается. Это глубокая проблема, нравственная, но некогда большого художника. Но вы не уверены, что причина именно в этом конфликте? Вы предполагаете, что, может быть, вас объявили в розыск по какой-то другой причине? Правильно я вас понимаю? Вообще говоря, я получал всяческие приглашения, и на них, кстати, являлся, и в свое время даже ездил специально в Россию из всяких уровней прокурорских в России. На меня подавали заявления и большие чиновники, и политики, и спикеры, и депутаты парламента. Обвиняли и в разжигании межнациональной розни, и там черта лысого в ступе, чего мне только не инкриминировалось. Но при этом по факту я пытался показывать реальную жизнь в художественном преломлении документалистов современных, делающих свои картины в том числе и в Латвии, и в Украине. И пытался силами культуры документального кинематографа как-то приводить общество в отрезвление, какое-то пробуждение от того литургического сна, в который его погрузила российская кремлевская пропаганда. Государство считало это разжиганием межнациональной розни. В таком случае я совсем не понимаю, что такое разжигание розни после тех же выступлений публичных Михалкова, где он просто говорит о том, что не существует украинской нации, не существует украинского государства, не существует украинского языка. Это ли не разжигание межнациональной розни? Но при этом никто не объявляет, не заводит уголовных дел, никто не объявляет его в международный розыск. Да, собственно, я, кстати, к этому и не призываю. Мне кажется, что каждый человек и человек в возрасте рано или поздно предстанет перед судом не басманным, не каким-то, так сказать, российским подчиненным телефонному праву, а высшему суду, и там будет нести ответ. А Михалков, насколько я понимаю, человек верующий, или, по крайней мере, таковым себя представляет, значит, этот суд ему не обойти. Как вы в целом можете охарактеризовать данную ситуацию, что вас объявили в розыск в России? Что вы в целом думаете по этому поводу? Да я, в общем, ничего не думаю, кроме того, что нужно понять, насколько это будет влиять на мою нормальную профессиональную жизнь, на мои переезды по миру, потому что мы, когда учредили здесь фестиваль «Ардукест Рига», мы же теперь как фестиваль вывозим свои программы в разные страны, в том числе и в страны бывшего СССР, в том числе и в... Там вот у нас в планах сейчас фестиваль в Армении, и вопрос, как в Армении Армения выдает по запросу российских силовых структур, не выдает, поэтому просто нужно это понять, и, может быть, сдать билеты и не полететь, а, может быть, наоборот, полететь. Какие-то очень такие простые прикладные вопросы на поездки дня. Ну, вся эта ситуация для вас, в принципе, неудивительна. Ну, то есть, данный режим в России, ну, да, как... Ну, вы понимаете, после 24 февраля вообще сместились акценты. То есть, мне вообще говорить о какой-то... Вообще, я считаю, что по сравнению с ужасом войны, который мы все так или иначе переживаем, все остальное меркнет. Все остальное просто не имеет никакого... Ну, даже нет смысла это особо обсуждать. Ну, это какие-то такие частности, ну, неприятные. Но после того, что я своими глазами увидел недавно в Украине, там, в той же Буче, в этих разрушенных городах, когда я увидел эту сгоревшую технику, которая дошла до Киева, когда я ее потрогал собственными руками, ну, о каком Михалкове, о каком суде, о какой вообще проблемах на границах можно говорить. Это все просто какая-то абсолютно несущественная... Абсолютно несущественное обстоятельство вот нашего нового бытия, не более того.